Сегодня исполняется 8 лет борьбе ДНР и ЛНР за свой суверенитет и за свою свободу. Наш народ, как никто другой, знает цену свободы. Наш народ, как никто, знает методы, которыми пользуются националистически настроенные руководители стран-агрессоров. Поэтому мы каждый день следим за событиями, которые разворачиваются на земле Донбасса. Следим за событиями на протяжении восьми лет с тех пор, как жители Донецкой и Луганской областей категорически не приняли итоги Евромайдана и встали на путь отсоединения от киевского преступного режима. К огромному сожалению, мы все знали, что этот шаг повлечет за собой кровопролитие и огромные жертвы. Так и случилось. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Радость на улицах городов этих республик нам был очень знаком. Наша республика одна из первых признала независимость братских республик. Руководство Украины на эти шаги отреагировало ожидаемо. Восемь лет нацистский режим Киева уничтожает города и села Донбасса. Мирных граждан только потому, что они говорят по-русски. Как и в случае с нашей республикой, Российская Федерация не стала долго терпеть агрессивные выпады Украины. И 24 февраля верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции. Главной задачей является защита прав, свобод и жизни жителей Донбасса. Все эти годы мы были рядом с донбассским народом и сегодня осетинские ребята снова встали на защиту жителей братских республик. Оксана Джоева, Лали Кодоева, ГТРК ИР, информационный выпуск «Сегодня».